На Армейской 16 вскоре должен появиться новый магазин на первом этаже жилого дома. Хотя в этом здании уже есть несколько коммерческих точек, местные жители возмущены именно новым строительством, оформленным как реконструкцией. Точнее, это только догадка. Правоустанавливающих документов никто не видел. Хозяева не идут на контакт. Магазин хочет сделать пандус и забетонировать зеленую зону. Очевидно, под снос подпадает дерево, что возмущает людей. Но даже этот вопрос на камеру владельцы точки комментировать не хотят. Можете выйти к нам, нормально это сказать, чтобы мы это записали? Просто выйти и сказать, мы не будем сносить дерево, вот только сюда, чтобы мы это записали. Можете? Возьмите на камеру и скажите, что дерево сносить не буду. Странное обещание из ремонтных пустот. Тем временем местные жители утверждают, что работы ведутся с целым рядом грубейших нарушений. В настоящее время, насколько вы знаете, жильцы недовольны. Потому что может быть угроза того, что зеленая зона будет нарушена. Точнее, она уже нарушена, уже забетонированная площадка. И плюс там растут деревья, которые в дальнейшем, скорее всего, будут уничтожены. Квартиру, естественно, никто не пускает. И при просьбе владельцев квартиры предоставить документы, на основании чего происходит реконструкция фасада здания, жильцы дома отказываются. Считаю, что они могут разрешить и занять, в частности, приусадебный участок. Впоследствии, мы так понимаем, сосно-со-дерево. Поэтому мы очень возмущены тем, что мы понимаем, что это незаконно, но оно имеет место быть. В ЖКСе фонтанский ответов получить не удалось. Оказывается, вся структура закрывается, вероятно, на обед. Сколько обед длится, нигде не указано. Прождав больше часа до начала третьего, наша съемочная группа отправилась, несолено хлебавши, в ГАЗ. Руководитель структурного подразделения горсовета в отпуске баллотируется от оппозиционной к мэру партии. Однако его зам согласилась дать комментарий. Замовником было отримано містобудивные умови и обмежение забудовы земельной диланки 13 серпня 2020 года на реконструкцию квартиры номер 4 без зміни внешних геометричных размеров фундаментов в плане, з внутренним переплануванием, золоштуванием фасадного вхідного возла с боку вулицы Армейской. Также замовником было подано поведомление про початок будівельних робіт на даний об'єкт. Ну і все. По словам містних жителів, схема перевода жилого поміщення в нежилое вызывает сомнення. В бывшій квартире, а ныне будущем магазине ведуться капітальні строительні роботи. В том числе речі йдет о несущій стіне, що особливо беспокоїть людей. Проверити, що там делається, невозможно. Хозяева на частну територію никого не пускають. Що буде зеленою зоною, також непонятно. Остається лише уповати, що после публичной огласки ГАСК предприметь необхідні меры і вияснити, наскільки законні дані роботи.